Для рулета нам понадобится 5 яиц и кастрюля. Перекладываем яйца в кастрюлю, добавляем соль и отправляем вариться на 10 минут. Когда яйца остынут, снимаем их с плиты и начинаем чистить. Натираем яйца на крупной терке и перекладываем в отдельную тарелку. Нарезаем мелко зелень и натираем сыр. Выкладываем две банки горбуши и разминаем вилкой. Берем тонкий хороший армянский лаваш и наносим на него майонез. Распределяем майонез по лавашу и на первую половину выкладываем подготовленные яйца. Выкладываем на вторую половину сыр и посыпаем зеленью. Поджимаем края у лаваша и закручиваем так, как я показываю в видео. И кладем внахлёст половину листа лаваша. Распределяем майонез по лавашу и выкладываем оставшийся сыр. Выкладываем консервированную рыбу и посыпаем оставшейся зеленью. Закручиваем рулет, подписываемся на канал и ставим лайк. После накрываем полиэтиленом и отправляем в холодильник на 2 часа. По истечении данного времени достаем рулет и нарезаем. И давайте посмотрим на него поближе. Данный рулет получился очень вкусный, но есть нюансы, которые я бы исправил в рецепте. И об этом я расскажу во втором части видео. Ребят, привет! Хочу поделиться своим мнением по данному рецепту. Вкусный ли этот рецепт? Да, безусловно, он очень вкусный. Буду ли я его еще готовить? Да, буду. Но есть, наверное, пару нюансов, которые я бы в данном рецепте бы изменил. Рыбку, которую я добавил в конце, последний слой, он немножко отходит от лаваша. Наверное, вы это заметили в концовке моей презентации. Я думаю, это из-за того, что горбуша, она сама по себе суховатая. Можно было бы заметить какой-то другой рыбкой. С сайрой той же, да, недорогой. Ну, ничего страшного бы. Вкус, я думаю, особо бы вообще не поменялся. Я бы эту рыбку добавил где-нибудь в середине бы, а не в конце. Ну, на вкус бы это не повлияло, но на целостность рулета бы явно. Было бы все намного бы лучше, наверное, и красивее, и легче бы резалось. Потому что раздавленная рыбка, она разваливается, да, сама по себе. Но серединка, как вы увидели в самом рулете, она плотненько прилегает. И сыр, и яйцо, все вообще, в принципе, без нареканий. Ребят, хочу сказать, чтобы вы подписывались на мой Инстаграм-аккаунт, на мой Яндекс.Дзен, на мой Ютуб-канал. И если вы меня находили в ТикТоке, тоже на меня подписывайтесь. Там тоже выходят быстрые рецепты. Всем до новых встреч. Пока-пока.